Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас 27 ролик из марафона группы God7. Уже просто считанные клипы остались до конца этого прекрасного марафона, за который голосовали прекрасные люди. Наверное, поздновато напоминать, но 100% на момент выхода этого ролика уже марафон за предыдущий, точнее голосование за следующий марафон, а не предыдущий, закончилось. Но я просто записываю это из прошлого, обращаюсь в будущее. В общем, 100% уже следующая группа выбрана, но песня называется Last Piece. И давайте все ссылки на экран, подписывайтесь и поехали. Это та же декорация, что была в предыдущем клипе, и опять же, ради проверки шизотеории я хочу посмотреть, была ли эта реакция на старом канале, который я давно забросил, потому что те, кто знают, почему его бросил, знают. Проверяем, God7. И я не буду говорить, что у меня написано в заголовке, и поэтому я, видимо, ограничил доступ к этому ролику, но я уверен, что мое мнение совершенно будет другим. Точнее, будет совершенно другим. Что-то как-то я так безграмотно сказал. Мне нравится вот маленький проигрыш, такие идут на басу, как будто такой, знаете, перегруженный металлёвый звук. Вот именно такой бас, модерновый, металлёвый. То есть вот такой проигрыш есть. Да и в целом синты хорошо подобраны. Но это всё, видимо, с одного альбома, и этот трек и предыдущий, очевидно, потому что в конце прошлого показали, что там Last Piece. Поэтому примерно понятно, что звучание будет пересекаться, и некоторые звуки тоже. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok И да, опять же вспоминаю, у меня тут Бэм Бэм с красными волосами впечатался в память, помимо свитера Джексона из предыдущего клипа. Точно помню, был какой-то парень с красными волосами. Кто же? Это тот самый веселый ведущий Бэм Хаус. И опять же, очень интересный такой проигрыш был, а-ля буквально металла, то есть перегружены гитары шипящие, барабан достаточно-таки агрессивный. То есть, слушайте, здорово звучит. Вот в чем прекрасна поп-музыка, что, грубо говоря, поп это от слова популярный, потому что чаще всего чистокровный поп-музыки не существует всегда. Это как бы смесь самого популярного из разных жанров, и от этого получается, то есть это самое лучшее из лучшего берется, грубо говоря, и поэтому оно всем нравится. Ну, или нравится очень большому количеству людей, поэтому, грубо говоря, поп-музыка это просто концепция. Как-то я в философию какую-то ушел, но, грубо говоря, да. У нее есть своеобразное звучание, но потому что это звучание, которое попадает в людей, то есть это наиболее популярная музыка, то есть поп от слова popular, и поэтому, ну, логично предположить, что тут могут быть элементы из металла, из рэпа, там, из джаза, фанка, что мы с вами и видим на протяжении вообще всей нашей с вами не карьеры, а нашего общения с вами. То есть эту мысль я и пытаюсь донести, что популярная музыка, ну, это концепция, это не жанр, это именно концепция. То есть, ну, по сути, это жанр, который родился из концепции. Вот такая вот удивительная штука. Что это за жесты такие странные? Вы что? Колдун? Может быть, вы волшебный человек, мистер Вон? Или мистер Ван? Как мне вас правильно называть? Вы что, Magic Man, что ли? Это что, намек? Ну, ладно. В целом, да. Слушай, это магический символ изначально был. Для отпугивания злых духов. В целом, я просто слушаю и получаю удовольствие. Тут инструментал отличается, естественно, от предыдущей композиции, но он не в плане сильных отличий имеет тембральных. То есть, просто приятно слушать. Слушай, можно мне хоть одну песню послушать и не комментировать? А, знаю, что хотите комментариев еще больше будет. Не волнуйтесь. 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 Это очень! Все остается. Это очень много rotа. Я думаю, что бесовireте. Включай jijесь. Местами очень роковое звучание К вокалу никаких вопросов нет Тут на самом деле очень много вокала В какой-то момент, наверное, ролик из 20-го, 21-го God7 начали больше уходить в вокал У них раньше было больше всяких кричитативов, кричалок и пения В средних позициях А тут прямо очень много высоких партий Фальцета и в этой, и в предыдущей композиции И многих других, которые я указывал в этот временной период Опять же, со временем артисты меняются Это же хорошо Просто я не понимаю людей, которые такие говорят Вот, раньше было лучше Если вам нравится группа, то вы должны как бы с ней идти По логике от начала до конца Ну или ваши пути могут разойтись А осуждать того, кого вы любите и уважаете за то, что Они какой-то другой путь избрали Это значит, что вы их не любите и не уважаете Вы просто полюбили какой-то определенный образ и все Опять же, чуть-чуть-чуть как-то много сегодня цитат Каких-то мыслей, философии Ну, ближе, к концу марафона начинает такое пробивать Но композиция отлетает в мой плейлист Отлетает ли ваш? Пишите в комментариях Может, она там уже давно Раньше, чем я появился на свет Список бустеров на экране Спасибо, дорогие дамы и господа Товарищи, товарищесы, друзья, друзей, ньютюб-спонсоры и донатеры Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить Несмотря ни на что Спасибо за то, что я трехмерный Далее Бусти Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там Смотрите, проходите, изучайте Если хотите увидеть то, что там есть Быть первыми и смотреть дополнительный контент Логично И поддерживать канал Уважительно MP Reviews, K-pop новости, MP Entertainment, музыка, телеграм-канал, хаб-локация По-прежнему Максим И я не говорю вам проща Я говорю до новых встреч Пока Пока